и сейчас приближается ответственный момент добрый вечер друзья сегодня у нас ночная съемка и это неспроста потому что у нас женой сегодня сейчас романтический вечер и мы будем готовить я буду готовить романтические стейки а на мое глубокое убеждение стейк должен готовиться на огне это обязательное условие и должно присутствовать пламя должно присутствовать вот эта магия и только тогда стейк называется стейком а для этого нам потребуется всего лишь ничего вот тут бог послал нам вот такие вот три стейка и сейчас я вам покажу как быстро как быстро замариновать мясо для стейка вот масло растительное вот такой вот поднос наливаю вот так вот небрежно не жалея не жалея не жалея вот так вот наливаю потом вот свежесмолотый перец и я его насыпаю много но для ориентира это может быть даже столовая ложка соли тоже много вот сколько перца столько и соли потому что у нас мясо сырое и оно полностью не соленое вот две таких вот кучки и вот сейчас и вот так еще добавлю вот и вот у нас сейчас вот так вот вот такая вот смесь и я беру вот этот стейк вот такой вот смотрите вот с ребрышком я его ложу вот так и начинаю вот в этой смеси перца и соли я начинаю его вот так вот возить чтобы он со всех сторон покрылся вот этим маслом сторонку остальную соль вот так вот второй кусок вот так ну и конечно же третий кусок это все готовится очень быстро потому что если бы костер уже был нормальный как какой нужен жар то есть сейчас вот этот стейк можно сразу на решетку и жарить но мы сейчас подождем здесь буквально пять-десять минут покуда огонь перегорит и будет уже будут уже угли а вот это время как раз немножко под маринуется стейк вот так как вы видите я наконец-то вспомнил старичка супер мангала и он наверное и обрадовался потому что все вредно все последнее время тандыр до тандыра вот он вот как лезет обниматься тоже вспомнили и еще друзья я хотел осветить еще один момент кое-кто может сказать а не слишком много соли ты положил ребята количество соли абсолютно не влияет на соленость конечного стейка конечного продукта потому что весь излишек соли он уйдет вместе с жиром он уйдет туда в огонь в жар его не будет то есть без разницы можно было вот так вот и все равно мясо соленым не будет она будет ровно такое каким оно должно быть и сейчас приближается ответственный момент а вы говорите свечи свечи да а кое-кто готовит стоить в сковородке это это по-украински сбоченцы то есть извращенцы самое приятное то что в отличие от шашлыка для шашлыка нужны угли а для стейка нужен огонь потому что стейк жарится всего-навсего две минуты ну от силы три минуты вот и за это время никакой огонь не успеет сжечь мясо но это наверно только если мясо уверен в мясе да конечно вот толщина нормальная толщина стейка должна быть два пальца два с половиной можно и три но это на любителя потому что это будет стейк ну с очень хорошей кровью друзья я забыл сказать что мясо у нас говядина говядина однозначно только говядина без вариантов только говядину можно приготовить с кровью я не фанат стейков с кровью но вот именно когда мясо розовое стейк розовый внутри и он не запечен как подошва он он идеально сочный он идеально вкусный он идеально мягкий реально вот говядина это особое мясо когда его жаришь две минуты она мягкая и сочная когда его жаришь пять минут он остается жесткая как подошва и вот наступает ответственный момент первый пошел второй пошел вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас вот этот стейк должен отдохнуть Смысл этого отдыха заключается в том, что стейк сверху, снаружи, он прожарился и очень горячий А внизу он еще полусырой или даже сырой И нужно дать ему буквально 5 минут, чтобы он, вот это тепло, зашло внутрь Потому что сейчас на улице холодно И если сейчас вот бросить на тарелку его, он мгновенно остынет И внутри он будет сырым А сейчас мы накрыли, пяток минут он здесь побудет Вот эта миска, она такая горячая И это тепло, оно разойдется И розовая прослойка, она будет не красная, а вот именно розовая И она разойдется по всей толщине стейка Сначала приготовление стейка прошло буквально 10 минут И у нас уже на столе вот такая красота Уже он лежит отдохнувший Уже он готовый, уже он настоящий И уже вот он попадает вот сюда Мы проверяем, что у нас получилось Только не надо говорить, что это кровь Это как раз тот сок Это как раз тот сок, ради которого все это затевалось Друзья, а сейчас я хочу обратиться к вам К нашим зрителям Мы на нашем канале собираем тех Кто не чувствует себя овощем Кто хочет жить настоящей жизнью Несмотря на то, что у нас сейчас война Что идет коронавирус И неизвестно, что будет завтра Но мы стараемся Мы хотим сделать вам радость И раз вы уж нас смотрите Сделайте нам радость Ну что же это такое На канале почти 30 тысяч подписчиков А просмотры? Две-три сотни Ну куда же это годится? Ребята Ну не хотите Участвовать в нашем, так сказать В нашем стремлении Сделать жизнь лучше Лучше совсем не подписывайтесь А если уж подписались Нажмите, пожалуйста, колокольчик И смотрите наше видео Мы стараемся Для вас Для вас стараемся И для себя Чтобы завтра было Лучше, чем сегодня И оставляйте комментарии Как вы живете Как вы хотите жить А мы будем делать Видео для вас Будем И для себя И для себя И для себя Я знаю Как вы навык Голки берай Иди, коханая Працею Зморена Хоч на хвилину И полай Иди, коханая Працею Зморена Хоч на хвилину Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok